Ахзарет. Израильский БТР из советских танков. Боевые автобусы. Идея создания бронетранспортера на базе танка не нова. Первые подобные машины были созданы в годы Второй мировой войны. В Великобритании и Канаде создали импровизированные бронетранспортеры, использовав в качестве шасси САУ «Секстен» танки «Рам» и «Шерман». В 1980-е годы к подобной идее, но уже на новом техническом уровне вернулись израильские военные. Свой БТР с танковой броней они создали на базе многочисленных трофейных танков Т-54 и Т-55, которые были захвачены в качестве трофеев у разных арабских государств. Идея создания тяжелого гусеничного бронетранспортера Ахзарет. К идее создания тяжелобронированного гусеничного бронетранспортера израильские военные обратились в начале 1980-х годов, во многом основываясь и на опыте Ливанской войны 1982 года. Во время вооруженного конфликта Израиль по официальным данным потерял до 185 бронетранспортеров, которые на тот момент были в основном представлены американскими. В ходе конфликта стало очевидно, что данная боевая техника не предоставляет десанту адекватного уровня защиты. Учитывая специфику региона, когда противник израильской армии располагал большим количеством стрелкового крупнокалиберного оружия 12,7 и 14,5 мм пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и ПТРК в основном советского производства, стало ясно, что военным необходим тяжелый БТР с адекватным бронированием. Свою роль играло и то, что часто израильтянам приходилось действовать в городах и городских агломерациях, где боевая техника становилась еще более уязвимой. Важным был также тот факт, что в боях во время Ливанской войны отлично зарекомендовал себя танк «Меркава». Танк, отличающийся необычной компоновкой, мог в ряде случаев использоваться в качестве импровизированного бронетранспортера. В задней части корпуса израильского танка располагался отсок для размещения стеллажей дополнительного боекомплекта, либо резервного экипажа, также здесь можно было разместить до шести десантников или четыре раненых на носилках. В боевых действиях из многих танков сгружалось все лишнее, и они использовались как тяжелый БТР, доказавший свою хорошую защищенность в боевых условиях. Обобщая накопленный к началу 1980-х годов боевой опыт, израильские военные заказали промышленности тяжелый гусеничный бронетранспортер с мощным бронированием, который мог бы действовать в городской застройке, а также использоваться совместно с израильским основным боевым танком «Меркава». К вопросу создания необходимого БТР израильские военные и конструкторы подошлись из рядной долей прагматизма. Бронетранспортер было решено делать на базе многочисленных танков Т-54 и Т-55 советского производства, которые были захвачены Израилем у арабских государств в качестве трофеев. Подобная боевая техника находилась на хранении у израильской армии и ждала своего часа. Основный упор при создании новой бронетехники делался на максимальную защиту экипажа и десанта. Это соответствовало всей концепции израильской армии, согласно которой жизнь солдата важнее сохранности боевой техники. При переделке танков в БТР израильтяне заменили советские двигатели и трансмиссию на продукцию американского производства. На первых версиях бронетранспортеров появились более мощные и компактные американские 8-цилиндровые V. Образные дизельные двигатели Детройт Дизель 8В71 ТТА. Мощностью 650 ЛС двигатель работает в паре с гидромеханической трансмиссией компании Алисон. При этом удельная мощность получалась небольшой менее 15 ЛС на одну тонну. В будущем при модернизации до уровня Ахзарит-2 двигатель заменили на более мощный Детройт Дизель 8В92 ТА-СЛЕШ ДТС-3. Развивавший мощность 850 ЛС с подобным двигателем удельная мощность выросла до 19,31 ЛС на тонну, что практически равно удельной мощности танков Меркава-3. Максимальная скорость бронетранспортера Ахзарит составляет 65 км в час, запас хода до 600 км. Значительным изменением подвергся корпус боевой машины. Переработка была связана с изменением компоновки и добавлением полноценного десантного отделения. В передней части корпуса разместилось отделение для членов экипажа, все они сидят лицом по ходу движения боевой машины. С левой стороны находится место мехвода, по центру командира БТР, справа стрелка. Каждый из них имеет собственный люк, чтобы выбраться из бронетранспортера. Также в крыше корпуса имеются два люка для возможной высадки десанта. Первоначально их было семь, по числу перевозимых пехотинцев, но позднее количество люков сократили до двух, так как каждый дополнительный люк уменьшал уровень бронирования крыши корпуса. Особое внимание при создании тяжелого гусеничного бронетранспортера израильтяне уделили вопросу безопасности экипажа и десанта, который был защищен со всех сторон. Хорошо бронированы борта корпуса, корма, крыша и днище, а лобовая броня корпуса достигает 200 миллиметров. Стоит отметить, что конструкторы существенно усилили имеющееся советское бронирование. Без башни танк весил примерно 27 тонн, но боевая масса получившегося БТР составляет 44 тонны. Почти весь лишний вес, набранный в ходе работ, приходится на дополнительно размещенное израильтянами бронирование. Наибольший объем дополнительного бронирования сконцентрирован вокруг боевого отделения и защищает личный состав. При этом в конструкции бронетранспортера был использован принцип защиты более важных агрегатов боевой машины менее важными. По бокам боевого отделения конструкторы расположили топливные баки, которые играют роль дополнительной защиты для экипажа и десанта. Кормовая часть БТР также прикрыта перфорированными бронелистами из высокопрочной стали. На машине появились комплекты динамической защиты и современная система автоматического пожаротушения. Дополнительную защиту обеспечивает низкий силуэт боевой машины высота БТР около 2000 мм. Это позволяет легко укрываться в складках местности и за кустарником. Основным вооружением тяжелого израильского БТР является обычный 7,62 мм пулемет FNMAG, он же М240, расположенный на турельной установке OWS, Overhead Weapon System, за разработку которой отвечала компания «Рафаэл». Оценка проекта Специалисты справедливо считают израильский гусеничный бронетранспортер Ахзарит одним из самых защищенных в своем классе. Ни один БТР других стран не может похвастаться таким уровнем бронезащиты. Стоит отметить, что по разным оценкам от 14 до 17 тонн веса БТР приходится исключительно на дополнительное бронирование, в том числе с использованием композитной брони. Израильские военные заявляют, что БТР в состоянии пережить не только попадания выстрелов РПГ, различных кумулятивных боеприпасов, но и бронебойных снарядов. По их словам, Ахзарит может выдержать несколько попаданий 125 мм бронебойных оперенных подкалиберных снарядов при попадании в лобовую проекцию. Таким уровнем защиты не может похвастаться ни один БТР в мире. Благодаря высокому уровню защищенности БТР Ахзарит может использоваться на поле боя совместно с основными боевыми танками, действуя практически в их порядках. Также подобная техника хорошо себя чувствует в условиях городской застройки и может использоваться для штурмовых действий. Некоторые специалисты относят к недостаткам БТР большую боевую массу 44 тонны, но это объективная необходимость, обусловленная техническим заданием и требованиями военных. Также иногда к недостаткам относят приподнимаемую при десантировании часть крыши, что может подсказать противнику, что десант готовится или уже покидает боевую машину. В целом, стоит признать, что Ахзарит представляет собой уникальный современный БТР, который отличается очень хорошей защитой экипажа и десанта. Создание данного бронетранспортера продиктовано богатым боевым опытом армии обороны Израиля и демонстрирует прагматичность подхода израильских военных, которые превратили сотню устаревших трофейных танков в адекватную решаемым боевым задачам машину, по-прежнему остающуюся на вооружении.